Уже около 25 лет Алена не выходит из квартиры. Инвалид первой группы оказалась в заложниках у собственного дома. А всё дело в неисправном лифте, рассказывает её мама. По словам Ольги Жегловой, она просто боится вывести дочку на улицу. А вдруг случится приступ, задаётся вопросом пенсионерка. Лифт для её семьи необходим как воздух в прямом смысле этого слова. Больной вопрос — это лифт. Лифт, лифт. Ну, обещает. Вот мы соберём собрание, поговорим, поговорим, придут к нам от администрации, вот, поговорят. Ну, решать будем вопрос, вводим, решать всё, решать будем. Опять ничего нет. Ольга Жеглова не единственная, кто ждёт ремонта лифта. В этом доме, по словам жильцов, проживает 11 инвалидов. Среди них и Лидия Савельева. Спуск или подъём на седьмой этаж, где она живёт, каждый день превращается для неё в испытание. Мы остались без лифта. Ходить мы не в состоянии. Чтобы в магазин сходить, это проблема. Спуститься, ладно, потихонечку спустимся, а подняться. Я сама себя еле тащу, инвалид. А мне ещё сумку надо тащить. Бьёмся и воюем. Именно этими словами жильцы описывают своё общение с управляющей компанией. Среди тех, кто ждёт починки лифта, и Нина Смирнова. Инвалид третьей группы живёт на седьмом этаже. По её словам, лифт перестал работать ещё в конце прошлого века, и с тех пор власти предпочитают не замечать жалобы жильцов. Я начала писать с 2006 года по поводу этого лифта. Мне приходили только одни отписки. Пять писем пришло по этому лифту, что ремонт лифтового оборудования будет в 2017 году. Наша съёмочная группа попыталась получить комментарии управляющей компанией дома. Представители организации попросили обратиться к директору, которого на рабочем месте, конечно же, вынужденно не оказалось. Когда он будет? Через час, через два? Нет, не будет. Сегодня, наверное, не будет. Сегодня, наверное, не будет? А почему? Потому что он сейчас на сессии. Экзамен принимает. Он в комиссии. Фонд капремонта, который должен обеспечить ремонт в доме, в курсе проблемы. И, как говорят специалисты, лифты могли бы сделать ещё год назад. Но работу пришлось притормозить. В настоящее время эти дома 12, 14, 16 не включены администрацией Везняковского района, Крикасовского пана, 17-19 год, который они нам должны предоставлять как региональному оператору. В поисках ответа на вопрос, что жильцам делать, мы обратились в администрацию Везняковского района. По словам заместителя главы, починка лифта возможна. Но для этого необходимо выполнить одно из требований для включения дома в краткосрочный план по проведению капитального ремонта. Одно из требований – это наличие определенного процента сбора на субсчёте дома. То есть этот сбор должен составлять в районе среднеобластного, это где-то 85%. По словам Николая Приходы, на счёте этого дома накоплено 66%. Это значит, не все собственники добросовестно оплачивают расходы на капремонт. И работать с такими недобросовестными плательщиками должна управка компания. Решат ли власти проблему? Замглавы города пообещал держать ситуацию на контроле. Но если учесть, что проблеме уже четверть века, похоже, что контроль в данном случае осуществляется недостаточно. Поэтому мы рекомендуем людям обратиться в надзорные органы и проконсультироваться с уполномоченным по правам человека. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлёв, Шестой канал.